Маленькое чудо на подоконнике может появиться у каждого, стоит только захотеть. Своими достижениями в выращивании комнатных растений поделились школьники областного центра. В городском дворце детского и юношеского творчества состоялась традиционная 8 конференция «Зеленый мир». Базой для проведения стала школа цветоводства фитодизайна «Флорис». Мы живем за стенами домов, мы закрыты от природы, мы городские жители, но только летом видим зелень. А для нас это достаточно сложно. Серый асфальт, серые стены, офисы и вот этот глоток живой природы на нашем подоконнике, это очень нужно для нашего здоровья. Конференции «Зеленый мир» организаторы приурочили проведение выставок комнатных растений, флористических настольных композиций. Эти работы школьники создавали самостоятельно. Закон успеха в фитодизайне и цветоводстве заключается в трудолюбии и творческом подходе к делу. Я вообще пришла сюда в восьмом классе, к нам в школу, пришла Ольга Владиславовна с Андреем Павловичем, рассказали нам про школу «Флорис». Не было, не заинтересовало, я пришла и уже в течение пяти лет хожу, занимаюсь. У меня просто бабушка также занимается всякими растениями, дача, наверное, все это и сподвигло моей такой творческой кае. Во время конференции «Зеленый мир» участники мероприятия смогли узнать много нового о правилах ухода за комнатными растениями. Общая тема всех выступлений – экология жилища. Строгая жюри определила самый лучший рассказ о комнатных питомцах и выбрала самую интересную творческую композицию. Назвать победителей в этом году было как никогда трудно. Количество участников и уровень подготовки школьников растет год от года.